Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодня мы проведем вебинар на тему как при закрытии года подстраховаться, чтобы не было никаких неожиданностей, какие документы необходимо оформить, ну и в общем про всякие тонкости. На экране вы видите заставку с нашими контактами, то есть электронная почта, телефоны, канал Телеграма, чат в Телеграме и адрес сайта. То есть мы будем очень рады, если вы будете задавать какие-то вопросы. В этом случае мы можем больше времени уделить и более подробно ответить уже касательно именно вашей ситуации индивидуальной. Итак, мы начинаем. Сегодня программа нашего вебинара будет касаться законодательных изменений, как подстраховаться от НДС разрывов, какие административные действия необходимо выполнить для того, чтобы встретить Новый год уже во всеоружии, и как бухгалтеру подстелить соломки, чтобы не оказаться крайним. Ну, соответственно, поговорим про настройки, которые нужно будет сделать в 1С ERP и про дополнительные сервисы. Наша сегодняшняя встреча будет строиться таким образом. Законодательную базу мы с вами будем смотреть по слайдам, параллельно будем переключаться на демо-версию 1С ERP и некоторые вещи разбирать уже именно в демо-версии, как это должно быть. Поэтому сейчас мы с вами немножечко соберем, так сказать, все законодательные изменения, которые надо учесть при закрытии года. Ну, в первую очередь, вы все знаете, что требуется подготовиться к переходу на единый налоговый платеж, то есть объединение фондов. Соответственно, в связи с этим требуется внести исправление в учетную политику. Каких-то глобальных изменений в отношении документации по налоговой политике нету. Ну, единственное, если вы, допустим, решили сменить налоговый режим, переходите, например, на АОСН, вот тогда придется переделывать учетную политику заново. Если у вас есть расходы на российское программное обеспечение и радиоэлектронную продукцию, включенную в российский реестр, и вы хотите учитывать их с применением повышающих коэффициентов. Ну, и, соответственно, если вы планируете воспользоваться инвестиционными вычетами, то, конечно, все эти изменения нужно вносить в учетную политику. Напомню, что учетная политика у нас с вами заполняется из раздела инсы и администрирования, и нас интересует закладочка учетная политика. Сейчас мы с вами перейдем на демо-версию и посмотрим более подробно. То есть вот наша демо-версия. Хочу обратить ваше внимание, что очень важно, чтобы у вас были актуальные релизы. Посмотреть релиз вашей программы, можно вот по этой пиктограммке, сведения о программе. И, соответственно, здесь вы увидите номер вашего релиза платформы и номер релиза вашей конфигурации. Собственно говоря, после того, как мы перешли в раздел НСИ, мы переходим в раздел организации. При этом нам открывается журнал с нашими юридическими лицами. То есть у меня в настройках первоначальных проставлено, что ведется мультифирменный учет, то есть несколько юридических лиц, поэтому у меня есть возможность перейти к любому моему юрлицу вот через эту ссылочку, то есть через организацию. Хочу напомнить, что учетная политика в ЕРП немного отличается от того, как это настроено в бухгалтерии, например. В бухгалтерии для каждого юрлица делается отдельная, привязанная к нему учетная политика. В ЕРП мы можем сделать одну учетную политику и привязать ее к нескольким юрлицам, ну то есть чтобы не рисовать заново для всех одно и то же. Ну, к сожалению, открывается она достаточно долго. Мы пока перейдем. То есть видите, это список моих юрлиц, и возьмем мы, например, Андромеду, Андромеду сервис. Здесь сейчас у нас откроется карточка юридического лица, и там у нас будут закладочки с регистрационными данными и с данными право учетную политику. На что вам надо будет обратить здесь внимание? Ну, первое, это, естественно, система налогообложения. Если вы не меняли систему налогообложения, то она у вас может остаться старой, такая, как была до начала года. Пока открывается, мы с вами вернемся сейчас к нашим слайдам. Обратите внимание, у нас на закладочке «Учетная политика» есть разделы и вот такие интерактивные ссылки. То есть при переходе по ссылке мы попадаем с вами в этот раздел и уже вносим туда корректировки, какие нам требуются. Вот. Сейчас пытаемся снова перейти. Но пока еще, к сожалению, не сработал переход. Что здесь важно? То есть здесь важно, в первую очередь, настройки системы налогообложения. То есть мы должны выбрать, какая у нас система налогообложения. И, соответственно, учесть все новые ФСБУ, которые были применены, приняты в этом году и которые сейчас являются обязательными. Ну, вот, к сожалению, очень долго открывается. Мы пока пойдем дальше. Потом, когда конфигурация откроется, мы вернемся. Итак, хочу немножечко остановиться, так сказать, на ритуальной составляющей. То есть учетная политика утверждается так же, как было до этого. То есть в административной части ничего не поменялось. Мы должны сделать учетную политику. Можно сделать ее одну, допустим, для налогового и бухгалтерского учета. Можно сделать два разных документа. Например, отдельно для бухгалтерского учета, отдельно для налогового учета. И должны выпустить приказ, который должен быть датирован 22-м годом о том, что с начала года будет применяться новая учетная политика. Обратите внимание, до 31 декабря 22-го года. Потому что если мы напишем учетную политику, напишем приказ, что она с 1 января, то это в этом случае будет 1 января 24-го года, а не 23-го. Поэтому на это обращаем внимание. Можно учетную политику полностью не менять, а только перечислить изменения, которые мы внесли. То есть, на самом деле, вносим, что, например, используются вот такие-то показатели вместо таких-то. То есть, не обязательно вводить, утверждать целый документ. Но, естественно, если вы меняете систему налогоблажения, то здесь надо уже посмотреть более внимательно, и что конкретно мы в этом случае меняем. это то, что касается учетной политики. То есть, после того, как мы подстелили, так сказать, себе соломку в виде вот этих административных действий, то есть создали приказ, ввели в действие учетную политику, и все эти документы распечатали и утвердили у руководителя организации, мы можем двигаться дальше. То есть, на самом деле, после учетной политики нас интересует достаточно часто возникающий вопрос, когда возникают разрывы по НДС. Но, к сожалению, такие разрывы все-таки возникают достаточно часто. И чтобы не было потом необходимости переделывать декларации, переделывать все заново, то нужно этому сразу уделить внимание. Ну, например, когда у нас возникают разрывы. Если поставщик, например, второго или третьего звена не делал документы по выделению НДС. То есть, например, покупатель заявляет в себя НДС к вычету. Поставщик первого звена, то есть он тоже НДС выделил и принял к вычету. Поставщик второго звена тоже НДС к вычету и НДС к начислению показал. А вот дальше, допустим, поставщик третьего звена, вот он уже декларацию не отразил. То есть в этом случае у вас возникнет разрыв, и налоговики вам, соответственно, откажут в возмещении НДС. И, соответственно, будут применены штрафные санкции. Чтобы этого не было, нужно проверять все звенья, потому что сейчас это у налоговиков фактически автоматический режим. То есть они проверяют это при помощи своего программного обеспечения. И поскольку все документы по НДС проходят сейчас в электронном виде, то это достаточно быстро выясняется. То есть обязательно на это нужно обратить внимание. Еще один момент. То есть мы закрываем месяц, и кроме того, что закрытие месяца, мы еще и должны сделать реформацию баланса. То есть как мы это должны сделать, и на что здесь нужно обратить внимание. То есть вы видите слайдик. В разделе финансовые результаты контроллинг у нас есть подраздел закрытие месяца. И сейчас мы перейдем в демо-базу, чтобы мы это закрытие месяца могли посмотреть. Регламентированный учет. Финансовый результат контроллинг. Финансовый результат контроллинг. И вот оно у нас закрытие месяца. В ERP закрытие месяца имеет свои особенности. То есть, во-первых, это режим, который может быть запущен предварительное закрытие месяца и может быть окончательное закрытие месяца. Соответственно, предварительное закрытие месяца выполняется в усеченном формате. То есть у вас некоторые операции при предварительном закрытии месяца не будут выполнены. То есть не будет рассчитано себестоимости и так далее. Но общую картину и ошибки, если они у вас вдруг где-то затесались, вы увидите. Когда у нас формируется окончательное закрытие месяца, у нас, в принципе, с вами появляется предварительный итог. И в зависимости от разделов высвечивается, где есть, допустим, какие-то ошибки, где нет. Напомню, что в 2023 году у нас было очень много обновлений, новых правил расчета и, соответственно, изменений в декларациях. Что надо учесть, когда мы с вами начинаем работать уже в новом году? Надо проверить, задали ли мы по учетной настройке применение ФСБУ, которое вы видите на экране. То есть, 6-е, 26-е, 27-е и 25-е. Следующий момент. В политике на 2022 год у нас действовал с вами переходный период по упрощенке. И, соответственно, в этом году нам нужно этот период из учетной политики исключить. То есть, на 2023 год мы переходный период не предусматриваем, но можно не удалять, потому что сохраняется период, когда они действовали. Итак. Никак не хочет программа быстро работать. Вот. То есть, у нас, как вы видите, есть окончательное закрытие месяца. И мы здесь можем с вами выбрать предварительное закрытие месяца. То есть, на самом деле, программа отчитывается, какие расчеты она сделала и какие... И есть в этих расчетах ошибки или нет. Как вы видите, вот если зелененький флажок, то все хорошо, мы красавчики. Если, соответственно, отражение документа, например, в международном учете, то у нас его нет. И, соответственно, можно посмотреть, что у нас не получилось и перейти для того, чтобы подробно посмотреть эти ошибки. Кроме этого, вот мы наконец-то попали в учетную политику. Переходим на закладочку учетная политика и налоги. И вот вы видите, что мы можем изменить, переходя по ссылочке, изменить либо систему налогообложения, либо еще какие-то данные. То есть если мы берем систему налогообложения, в нашем случае она общая. И единственное, что вам нужно, это внимательно просмотреть, какие отметочки вы должны ставить. То есть, возможно, ваше предприятие является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых. Является плательщиком, ну вот вмененного дохода у нас уже нету, но на самом деле здесь он еще остался в настройках. Дальше. Учетная политика финансового учета. Вот здесь вот нам нужно обратить внимание на то, что у нас указано. То есть, либо по средней, либо по FIFA. Это метод оценки стоимости товаров. И дальше, если у нас длительный цикл, например, производства. И деление на краткосрочные или долгосрочные активы и обязательства. Ну, соответственно, как только мы открываем какие-то дополнительные флажки, то здесь мы сразу попадаем в меню, где нужно выбрать. То есть, применяете ли вы ПБУ 6.01 или 14.2007. То есть, это старые старые карты. И, ну, соответственно, все просмотреть, которые нужно для вас, для вашего предприятия, просмотреть все разделы для настройки. Дальше мы с вами смотрим учетную политику для бухгалтерского учета. Здесь основное внимание надо уделить на то, если вы применяете 18-е ПБУ, то как, какое конкретно. Ну, чаще всего сейчас выбирают либо балансовый метод, либо балансовый с отражением постоянных временных разниц. сведения по основным средствам. Обратите внимание, здесь уже идет ФСБУ, то есть, амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ 6, это значит, с момента ввода в эксплуатацию. Раньше было со следующего месяца. И, собственно говоря, если мы проставляем здесь флажки, то вы видите, активируются и другие пункты, которым нужно уделить внимание. То же самое касается нематериальных активов. И отчетность хочу вам еще на одном моменте заострить внимание, то есть, настройка заполнения бухгалтерской или финансовой отчетности не настраивается или настраивается. То есть, это значит, что вы можете сами выбрать, если мы выбираем настраивается, то вы можете выбрать ту форму, которая вам необходима. Нет, нам сохранять не надо. И настройка по налогу на прибыль. Что у нас здесь такое хитрое есть? То есть, при настройке этого раздела нам нужно определиться, будем мы формировать резервы по сомнительным долгам. Если будем, то с какой периодичностью, например, раз в месяц, раз в квартал, раз в год. Каким способом начисляется амортизация? Ну, в нашем случае линейный, как наиболее распространенный. И основной вариант налогообложения это, собственно говоря, сейчас мы посмотрим, у меня общая система, то есть, общие условия налогообложения. здесь надо также посмотреть и составить, проставить галочки, ведете ли вы раздельный учет и расходы на оплату труда. То есть, ведете вы в этой программе или вы ведете в какой-то внешней программе и сюда только выгружаете уже рассчитанные данные. и собственно налоговые инспекции, получатели декларации. Вот здесь мы вводим наименование и адрес налоговой инспекции. То есть, если, например, у вас есть обособленные подразделения, куда вы должны сдавать учетность, допустим, по НДФЛ или какие-то еще филиалы, которые зарегистрированы в других налоговых инспекций, то вы сюда вводите их реквизиты. Для чего это нужно? Потому что в этом случае налоговые реквизиты будут отражаться на титульном листе ваших деклараций и, соответственно, будет адресация уже на другую налоговую инспекцию. И по НДСу. То есть, по НДСу у нас здесь достаточно интересные настройки. То есть, смотрите, если у вас освобождена от уплат НДС, например, по 149-й статье или по каким-то другим правилам, то вы ставите флажочек. Ведете или нет вы реализацию услуг не на территории РФ. То есть, если у вас есть транспортные услуги, которые вы оказываете не на территории Российской Федерации, применяете ли вы раздельный учет? Обратите внимание, что если вы в чем-то сомневаетесь, то здесь есть контекстная подсказка, контекстная справка. То есть, если мы на нее нажимаем, то по конкретной ячейке, по конкретному пункту мы видим такую быструю подсказочку. Собственно говоря, если вы переходите, например, с упрощенки, то у вас возникнет НДС, который вы раньше не принимали к учету. То есть, нужно, соответственно, его продумать, как вы хотите его отражать. Так, по учетной политике мы посмотрели основной. И хочу еще один момент на одном моменте заострить ваше внимание. Это закладочка зарплата и кадры. И здесь нам вот что нужно. То есть, все столкнулись с мобилизационными мероприятиями, когда ваши сотрудники попали под мобилизацию или наоборот, вы должны были оформить на них бронь. В этом случае, чтобы это стало возможным, нам необходимо перейти в раздел МСИ и выбрать раздел кадры. В разделе кадры мы должны поставить чекбокс, то есть зеленую галочку на воинском учете. То есть, вот видите, значит, вести воинский учет, и если вы бронируете, оформляете бронь для своих сотрудников, то, соответственно, нужно проставить закладочку еще вот тут. но если вы занимаетесь бронированием, это значит, что вы сразу должны предоставлять военкоматы не одну форму отчетности, а две, то есть по лицам, которые подлежат военскому учету, и, соответственно, для тех, кто не подлежит учету и подлежит бронированию. когда вы ставите здесь эти флажочки, то у вас, соответственно, на закладочке НСИ мы переходим уже в учетную политику, возвращаемся точнее в учетную политику, и там уже у нас будет доступно сведения, которые надо заполнять по мобилизационным мероприятиям. Почему я на это обращаю внимание? Потому что, собственно говоря, многие небольшие предприятия не вели воинский учет, и, собственно, для них это сейчас явилось достаточно неприятной неожиданностью, потому что необходимо, кроме того, что собрать документы, нужно еще подать сведения и сдать эти отчеты. Но поскольку у нас сейчас достаточно сильно ужесточились правила и штрафные санкции, то сейчас уже нельзя воинский учет пустить на самотек и сделать вид, что его не было. То есть его обязательно надо посмотреть, проверить и дополнить какими-то... Если вы не вели, то в пожарном порядке все нарисовать. Если вы вели, то все хорошо, но надо проверить, все ли у вас корректно. снова возвращаемся к нашим слайдикам. И сейчас мы с вами поговорим о том, что в новую ФСБУ тоже внесены поправки. То есть соответственно состав арендных платежей по новым правилам будет формироваться только с исключенным НДС. Оговорка про иные возмещаемые суммы налогов, которые не должны входить в арендные платежи, теперь из первого абзаца этого ФСБУ исключена. И в соответствии с новой редакцией случаи, если арендованный объект попадает в ту группу, по которым арендатор выполняет переоценку, арендатор может выбрать проводить переоценку права пользования объектом или не проводить. То есть соответственно в предыдущих настройках такого пункта не было. То есть там это не настраивалось. Сейчас нам такая возможность уже доступна. Еще один момент это финансовая аренда, то есть лизинг. Если у вас есть операции только операционная аренда, то дополнения в учетную политику не потребуются. Если вы решили с 2023 года, то есть досрочно начать применение нового бухгалтерского стандарта СБУ 14 дробь 2022 это по нематериальным активам, то естественно в учебной политике следует предусмотреть способ перехода, какой в этом случае вы будете применять ретроспективный или альтернативный. при наличии нематериальных активов в учетной политике следует указать, какая у вас применяется классификация по видам и группам нематериальных активов, какие способы оценки для каждой из групп вы используете и порядок проверки на обесценение, ну естественно порядок начисления амортизации каким способом вы ее начисляете. С 2023 года вы знаете, что у нас происходит объединение фондов, то есть пенсионного фонда и соцстраха. Соответственно в связи с этим внедряется система единого налогового платежа. То есть для того, чтобы в бухгалтерии корректно отражать такие операции, нужно будет добавить дополнительный субсчет к счету 69, на котором будут отображаться совокупные платежи. Старые счета по видам по видам ОСС пока закрывать не нужно, потому что может быть потребуется от вас какая-то отчетность или вы нашли какие-то ошибки и хотите подать корректировочную ведомость, корректировочную отчетность. А в этом случае должно быть все так, как было в том периоде, в котором вы нашли ошибку. когда мы с вами говорим про ФСБУ 26, ну и соответственно 6, 2020, то это ФСБУ, который можно применять к приобретенным или создаваемым объектам нематериальных активов, а также к работам по их улучшению. В этой части учетной политики следует указать порядок определения первоначальной стоимости нематериального актива, а также справедливой и балансовой стоимости. И расчеты стоимости продукции или вторсырья других материальных ценностей, которые компания намерена продать или иным способом использовать и которые были получены в результате осуществления кап-положений в нематериальные активы. То есть соответственно мы должны по нематериальным активам расписать подробно в учетной политике то, что у нас будет применяться в следующем году. А поскольку сейчас очень актуальна стала информация о том, что мы должны достаточно быстро реагировать на замечания или на требования налоговых инспекций то становится очень актуальным работа с приложениями с электронным документооборотом или с личными кабинетами налогоплательщика. Соответственно в этом случае сейчас мы с вами посмотрим еще раз перейдем в демоверсию посмотрим что у нас есть для этого случая в программе и как это можно использовать. Снова возвращаемся здесь мы уже все проставили и смотрите что у нас получается то есть у нас в разделе регламентированный учет есть вот такой блок называется он 1С отчетность на самом деле это и название блока и название доработки то есть 1С отчетность это доработка которая позволяет напрямую из программы 1С обмениваться сведениями с сайтами налоговых инспекций и здесь как вы видите у нас есть раздел личные кабинеты вот сейчас мы перейдем в личные кабинеты и посмотрим что там можно сделать напомню почему это сейчас очень актуально потому что например в прошлом году стал достаточно стало применяться новое положение которое до этого не применялось это о том что налоговая инспекция может любую отчетность признать непредоставленной значит в этом случае четко оговорены сроки когда они должны вам предоставить то есть допустим в течение пяти дней после обнаружения там каких-то каких-то недочетов и второе что вы в течение десяти дней должны им дать аргументированный ответ на их требования но нигде не говорится в течение какого времени они должны провести эту камеральную проверку то есть она может начаться на следующий день после того как вы сдали отчетность через неделю через месяц то есть в этом случае как только вы получаете уведомление у вас остается очень сжатая сжатый период времени когда вы можете на него ответить и не попасть под штрафные санкции поэтому соответственно скорость реагирования на документы налоговых органов при прямой работе естественно увеличивается то есть вы быстрее получаете уведомление от налоговой и у вас ну может и не намного но хотя бы на 1-2 дня времени для подготовки отчетов получается больше рекламку по поводу этой доработки вы можете посмотреть вот по этой ссылочке переключиться туда и внимательно почитать что это такое на самом деле это достаточно удобный сервис и возможно он вас заинтересует для подписчиков ИТС те у кого ИТС проф они могут бесплатно подключить эту отчетность если у вас подписка ИТС техно то вам нужно будет за дополнительные деньги ее поставить но дополнительные деньги достаточно дружелюбная сумма то есть например проверка контрагента стоит около 4 800 на год а 1С отчетность начиная от 3 800 зависит от того сколько у вас пользователей сколько у вас ключей и так далее и так личные кабинеты как вы видите личные кабинеты есть с налогоплательщиками то есть и юрлица и ИП ФСС есть личный кабинет целых даже несколько то есть личный кабинет и личный кабинет по электронным листкам нетрудоспособности по подтверждению экономического вида деятельности по получению социальных пособий ну то есть видите достаточно много и собственно говоря вот если вы выбрали создали личный кабинет вам необходимо сделать еще пару шагов то есть для того чтобы вы могли работать с личным кабинетом отправлять через него там документацию или письма необходимо чтобы у вас была электронная квалифицированная подпись КЭП с начала этого года 22-го такие подписи выпускают только налоговые инспекции и соответственно если вы еще не оформили такую подпись то вам нужно будет сходить и ее оформить оформляют это бесплатно в течение достаточно короткого времени то есть обычно даже с учетом если вы попали в очередь то это не больше часа ну и соответственно еще обмены с Росалкоголь регулированным Росприроднадзор и квартал статистики вот обратите внимание еще на статистику потому что мы уже привыкли и расслабились что статистика это такой типа необязательный документ ну постучат пальчиком погрозят и все отправил там потом хорошо на самом деле сейчас это уже совсем не так с этого года статистика имеет право применять штрафы за нарушение сроков сдачи отчетности за не сдачу отчетности ну то есть если вы первый раз допустили такое нарушение то штраф вам грозит от 70 до 100 тысяч рублей если это повторное нарушение в течение года то в этом случае штрафы уже будут до 150 тысяч в общем-то сумма достаточно значимая поэтому чтобы не попасть на штрафы со статистикой нужно зайти на сайт стат наблюдения и по вашему ННУ посмотреть какую отчетность ваше предприятие должно сдавать и соответственно подготовить ее заранее и сдать сейчас все почти формы стат отчетности доступны в режиме подготовки регламентированных учетов то есть вот у нас регламентированный учет вот у нас этот журнал наших отчетов и соответственно если мы создаем новую отчетность то в этом случае прямо из этого журнала мы можем ее отправить в налоговую и так далее обратите внимание что у нас есть здесь две закладочки то есть избранные это те которые мы уже делали в программе например кому-то подготавливали и есть все то есть если например меня интересует упрощенная бухгалтерская отчетность то я могу вот так зайти и тупо ее выбрать в этом случае мне сюда добавится уже организация для которой я это эту отчетность выбираю и собственно говоря появляются вот такие ссылочки на законодательство то есть действующая форма или не действующая форма может быть она с 1 января перестает действовать ну то есть вот такие ссылки они на самом деле очень удобны но не забудьте пожалуйста проверить что вы выбрали ту отчетность которая вам нужна так следующий вопрос у нас с вами касается учета по кадрам я не буду снова переходить в этот в демо версию мы с вами там уже побывали просто напомню что для воинского учета мы с вами в разделе НСИ и администрирование выбираем кадровый учет и проставляем флажочки что воинский учет у нас ведется и здесь есть еще один очень интересный момент то есть когда мы зашли проставили такой флажочек у нас появился вот такой раздел то есть появился раздел воинского учета и если мы переходим по складочке изменить то у нас появляется собственно вся документация которую нужно распечатать и по этому блоку сделать то есть у нас появляется приказ об организации воинского учета и план работы по осуществлению воинского учета то есть практически все документы которые нужны мы можем здесь сформировать и собственно распечатать в этом случае к вам уже никто не предъявит никаких претензий еще один момент хочу обратить внимание на штрафы за перс отчетность с 23 года то есть собственно говоря каких-то революционных новостей здесь нету то есть как было 500 рублей за каждого работника если не подали на него сведения так и осталось 500 рублей на каждого работника а вот по срокам уплата штрафа вот здесь вот изменилось то есть в 22 году у нас было в течение 10 календарных дней от даты получения требования от пенсионного фонда в уплате например штрафов сейчас сроки изменились и в течение 20 календарных дней от даты получения требования от единого социального фонда мы должны будем его погасить но смотрите сейчас стала действовать система которая применялась в ГИБДД то есть если в прошлых периодах снижение штрафа не было предусмотрено то сейчас если мы платим в течение выделенного срока то есть в течение 20 дней то мы можем заплатить 50% штрафа то есть есть штраф только половину и если компания подает уточненные данные какие-то по персонифицированным сведениям в течение в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об устранении нарушений если бухгалтерия самостоятельно выявила ошибки какие-то в расчетах до того как их обнаружил фонд ну соответственно должны подать уточненные сведения и штрафа в этом случае не будет еще один интересный момент это по воинскому учету вид отчета значит какие мы должны отчеты сдавать по воинскому учету вид отчета сведения гражданине подлежащим воинскому учету при принятии его на работу создается такой отчет в двухнедельный срок с даты соответствующего события то есть например с даты приема на работу сведения о гражданах состоящих на воинском учете а также о гражданах не состоящих но обязанных состоять на воинском учете и план по ведению воинского учета и бронированию граждан пребывающих в запасе это положение номер 17 методическим рекомендациям то есть получается что с нового года у нас с вами отчетности становится меньше то есть уходит форма допустим ФСС-4 там РСВ но получается один отчет который мы должны сдавать в разные сроки потому что при приеме на работу мы должны подать во-первых документ о воинском учете во-вторых подать документ в фонд и это должно быть сделано не позже следующего рабочего дня после приема на работу а допустим сведения о трудовой деятельности мы должны подать до 31 декабря текущего года то есть получается что мы должны штраф штраф извините должны отчетность сдавать несколько раз но одну и ту же и наконец самый интересный раздел это раздел закрытия месяца то есть в этом случае у нас во-первых нам доступно предварительное закрытие месяца я уже об этом говорила то есть вот мы переходим в нашу демо базу и выбираем регламентированные отчеты извините финансовый результат и выбираем закрытие месяца то есть мы можем сделать окончательное закрытие или мы можем сделать предварительное закрытие соответственно в этом случае у нас будут с вами расхождения но для того чтобы в экспресс порядке посмотреть что у нас с вами получается этого достаточно то есть мы первоначально делаем документ закрытия месяца этот документ работает в автоматическом формате но если вдруг где-то появились ошибки то и вы не смогли их исправить как обычно соответственно в этом случае есть такая возможность это можно исправить и вручную но мы мы с вами выполняем регламент операции по закрытию месяца каждый месяц то есть то есть у нас получается что ежемесячно затратные счета закрываются на них не должно быть это касается счетов 20 23 44 ну то есть счета на которых аккумулируются затраты и значит это основной наш документ который подготавливает к формированию отчетности и к сдаче баланса ну и собственно говоря кроме того что мы сделали с вами закрытие месяца у нас с вами есть еще вот такой пункт в меню регламентные документы то есть в этом случае мы с вами можем формировать документы которые ну расчетные то есть например расчет курсовых разниц расчет себестоимости товаров и так далее соответственно из этого режима их можно и распечатать и создать то есть в этом отношении ERP очень интересная программа она достаточно трудоемка в первоначальном заполнении но после того как вы заполнили все справочники все ну все аналитики все счета то практически работа главного бухгалтера сводится к нажатию кнопочки закрыть месяц и сформировать отчетность то есть дальше программа уже работает очень корректно и очень быстро избавляет пользователей от массы ненужных расчетов трудоемких каблиц после того как мы сделали регламентные операции по закрытию месяца мы с вами можем уже формировать стандартные бухгалтерские отчеты и соответственно мы с вами можем вернуться в регламентированный учет и воспользоваться прошу прощения воспользоваться режимом или доработкой 1С отчетности как я уже говорила то есть кроме того что мы можем здесь использовать личные кабинеты мы можем использовать и возможности обмена переписки сверки производить ну то есть короче полностью весь спектр контактов с налоговыми органами и не только с налоговыми органами на существование ну и соответственно для того чтобы обезопасить себя от каких-то нарушений до того как вы будете закрывать декабрь месяц и до того как вы будете закрывать год и делать реформацию баланса соответственно вам нужно посмотреть те настроечки про которые мы с вами сегодня говорили так сейчас мы снова перейдем в наши слайды вот то есть вот это картинки от того что я вам говорила при предварительном закрытии месяца и картинки по окончательному закрытию месяца то есть видите здесь получается очень удобно если где-то появился какой-то какой-то недочет то нужно перейти и по ссылочке вот видите можно или сформировать заново или посмотреть подробнее про ошибку которая возникла то есть вот этот режим один из самых комфортных еще одна тонкость в отличие от бухгалтерии которая когда вы в бухгалтерии запускаете закрытие месяца у вас должен быть монопольный режим а в ERP этого не нужно то есть в ERP монопольный режим не обязателен и программа может закрывать месяц одновременно с тем что кто-то там работает в программе ну например в других периодах и сейчас я еще раз хочу показать вам слайдик который напомнит вам о том что какие причины могут быть для налоговиков когда они могут признать вашу отчетность непредоставленной это к сожалению достаточно в принципе это логичный перечень но достаточно часто встречающийся то есть видите скажем так львиная доля нарушений связана с тем что подписана отчетность не тем лицом то есть во-первых подписана либо неуполномоченным лицом либо дисквалифицированным лицом ну про лицо у которого имеется свидетельство о смерти тут уже как бы говорить не надо но самое распространенное к сожалению у нас это в отношении руководителя когда о нем внесена запись в игре о недостоверности сведения почему это самое распространенное потому что ну например человек поменял паспорт по возрасту или в связи с браком ни кадровики ни должностные лица предприятия могут и не знать о том что это произошло но тем не менее когда подаются какие-то сведения или запрашивается сведения полномочия лица то может программа выдавать что отчет подписан неуполномоченным лицом значит в этом случае во-первых это потребует достаточно много времени для того чтобы эту ошибку убрать для того чтобы исключить руководителей всех черных списков куда он в связи с этим попал ну то есть достаточно много скажем так административных телодвижений поэтому перед тем как вы будете готовить уже отчетность годового вам нужно запросить в описку сегрил то есть где проверить данные все ли соответствует и не появилось если там вдруг запись о том что недостоверные сведения и в общем-то после этого уже можно тогда проверять и учетные политики и все остальное иначе все придется бросать в лихорадочном порядке вносить изменения и доказывать что белые и пушистые еще один момент на что хотелось бы обратить внимание это отчетность которая формируется допустим по патентам по упрощенке вы знаете что с этого года ввели автоматизированную упрощенную систему налогобложения действует она к сожалению только в нескольких областях то есть это Москва Московская область Татарстан и еще один регион который поддержал эту программу то есть в этих регионах это сейчас пилотная программа те организации которые зарегистрированы в этих в этих краях областях они могут использовать в добровольном порядке автоматическую систему упрощенную но для остальных она уже будет рассматриваться в более позднее время как для перехода в массовом порядке и несмотря на то что автоматизированная упрощенка вроде выглядит достаточно аппетитно и заманчиво у нее есть свои огромные минусы которые к сожалению на данный момент еще не ликвидированы и первый из этих минусов состоит в том что автоматизированную упрощенку не могут применять те организации которые используют единый налоговый платеж а поскольку у нас 1 января 23 года единый налоговый платеж обязателен то есть применение его обязательно для всех организаций то соответственно сразу отсекается огромное количество предприятий которые не могут использовать эту систему вот второй момент что для автоматизированной упрощенки гораздо меньше контрольные показатели то есть меньше лимиты ну например лимит по доходам всего 60 миллионов составляет против 219 по обычной упрощенке ну точно так же по численности это всего 5 лиц в отличие от обычной упрощенки 130 ну и таких вот как бы тонкостей достаточно много но это так же то как бы то что мы хотели сегодня рассказать мы полностью закончили если у вас есть какие-то вопросы задавайте пожалуйста мы будем рады ответить будем рады сотрудничеству и я сейчас хочу еще раз вернуться к нашим слайдам к титульному листу для того, чтобы показать еще раз наши контакты. То есть, соответственно, это электронная почта и телефон. На экране вы видите контакты по телеграмму и сайт предприятия. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Благодарим вас за внимание, за время, которое вы нам уделили. И надеемся, что у нас будет еще возможность плодотворного сотрудничества, и мы окажемся вам полезными. В этом разрешите закончить нашу встречу. Всего вам доброго.